Сижу для вас, снимаю, значит я фавориты декоративной косметики, а потом ловлю себя на мысли, что вид у меня какой-то замученный. На самом деле, девочки, бывают такие дни, когда ты вот снимаешь, готовишься, а по факту, выходит, мне очень себе нравишься в кадре. Ну да ладно, поехали с вами поговорим о фаворитах, то, что мне нравилось этим летом и мои открытия. На самом деле, девочки, могу сказать вам одно, что фаворитов у меня будет не очень много, я собрала именно то, что мне безумно дико нравилось этим летом, летом 2017, мои какие-то открытия, то, без чего я не могла обходиться. И первое, что я могу вам сказать, то, без чего я не могла обойтись этим летом, что меня очень дико удивило, впечатлило и немножечко, я сейчас понимаю, что это будет затратная статья в моем уходе за собой, но это достойная вещь, которую я могу порекомендовать всем, ну или просто подобрать себе именно то, что вам подойдет. Если получится вам на скидках купить подобный продукт, покупайте, пробуйте, может быть, тоже останетесь в диком восторге. Я сейчас вам говорю о Кадали, это виноградная спрей-вода, на самом деле, это просто виноградная вода. Мне виноград, у меня на него именно аллергия на виноград, да, если я его принимаю вовнутрь, но если я использую его именно в косметических целях, почему-то у меня кожа пока выглядит нормально. В общем, это просто обычный такой спрей Кадали, спрей-пульверизатор обычный абсолютно, здесь у меня объем 200 мл, уходит у меня он где-то за месяц, примерно, да, вот за месяц он у меня улетел, подходит для любой кожи, даже для чувствительного, он просто хорошо увлажняет и подготавливает кожу для нанесения вашего дальнейшего ухода. Могу сказать, что в тысячу, по-моему, 1200 стоят вот эти вот 200 мл, но это очень дорого, дико дорого для просто виноградной воды. Если бы можно было гидроват найти какую-то за бюджетную стоимость, и он подходил бы, я бы себе уже сейчас буду гуглить, искать. Но так я осталась в диком восторге, никакого запаха она не имеет, липкости не оставляет, замечательно освежает. И такой, знаете, достаточно очень хорошей, очень хорошая вода, которая меня впечатлила еще, наверное, с зимы, и вот этим летом я ей просто, прям могу сказать, так сказать, кайфанула. Следующее, что я хочу вам показать для лица, и это то, что меня удивило, впечатлило, к сожалению, я саму масочку уже выбросила, это у меня, так скажем, последнее, что от нее осталось, воспоминания, это вот такая вот маска Like, стоила она очень даже недорого для тканевых масок на сегодняшний день, когда я погуглила, сколько стоят тканевые маски, стоила она 70 рублей с зеленым чаем. Это, в общем, маска с зеленым чаем, вот с такой вот девочкой, это корейская марка. Девочки, как она классно работала на лице, вот шикарно, успокаивала, она ее и увлажняла, и покраснения уходили. Единственное, 30 минут ее нужно держать, но если у вас позволяет время, у вас есть проблемы на лице, то есть как бы присмотритесь к данной вот именно масочке. Она очень приятно пахнет именно чаем, у меня, я обожаю зеленый чай, в любом его исполнении, и здесь мне очень сильно понравилась вот эта именно масочка. Еще одна маска, которая мне понравилась и которая меня впечатлила, у меня, к сожалению, ее сейчас нет в наличии, я вам вставлю фотографию, покажу, но вот эта вот маска, это, девочки, просто моя находка этого лета, и, естественно, если мне получится ее где-то найти, если вы знаете, где можно купить данные маски, скиньте, пожалуйста, ссылку на интернет-магазин, я вам буду дико признательна, потому что это очень хорошая маска, вот именно вот с этим вот зеленым чаем, она меня впечатлила и удивила, надежды я на нее никаких не возлагала, но то, что она сделала с лицом, конечно же, я снимаю шляпу и говорю ей огромное просто спасибо, девочки, правда, очень хорошая маска, смело могу вам ее порекомендовать всем тем, у кого есть склонность к высыпаниям, а также очень круто ее наносить именно перед теми днями, когда у нас, у женщин происходит светение, я его так называю, в те дни месяца, когда мы начинаем дико цвести, наша кожа просто об этом сигнализирует, можно в эти дни тоже наносить, и очень тоже неплохо успокаивает кожу. Следующее, что я хочу показать, это будут патчи под глаза, которые меня тоже удивили, это от Сефара, это такие вот тоже, кстати, с зеленым чаем идут патчи, они у меня здесь, по-моему, еще есть, эти патчи, они идут дико огромного размера, девчонки, они вот такого вот, они прям располагаются на, ну как бы вам сказать, вот они вот так вот, прям они и на верхнее веко залазят, и на нижнее, очень хорошо, эти патчи, они не убирают синеву под глазами, если оно у вас есть, но они замечательные, эти патчи увлажняют вашу кожу, тонизируют, и они как бы пробуждают, что ли, вот взгляд становится более такой проснувшийся, припухлость немножечко уходит, по большому счету, очень понравилось, но цена 300 рублей за эти патчи, которые, по-моему, стоят на сайте Ильды Батте, ну, мне кажется, как-то завышена, есть патчи, которые получше этих, но если вы любите марку Сефара, присмотритесь вот к этим зеленым, вот этим вот, к этим патчам с зеленым чаем, очень достойный продукт, но цена на них, могу сказать, немножечко завышена, а так плохие даже патчи. Следующие патчи, которые меня тоже удивили, впечатлили, и которых я приобрету себе еще, это патчи золотые, у нас идет с гиалуроновой кислотой, очень круто увлажняют, которые, патчи, которые меня спасали этим летом от сухости в области глаз, я осталась в дичайшем восторге от них, и также мне очень понравились патчи вот эти вот с коллагеном, они немножечко, в них увлажнение чуть побольше, но вот альтернативы, они вот схожие по своему свойству, могу смело тоже вам, девочки, порекомендовать. Дико понравились, дико хорошие, и просто, просто хорошие патчи, которые достойны вашего внимания. Я знаю, что есть сейчас у Дизао еще какие-то другие патчи, под глаза не пробовала, буду тестить, но вот эти по возможности, конечно же, себе напокупаю, закидаю в холодильник, потому что очень хорошие патчи за ту стоимость, что они стоят в магазинах. Очень-очень-очень достойные патчи, они идут такие гелевые, с ними нужно просто полежать. Вот эти патчи, кстати, я хочу вам сказать, они позволяют вам утром немножечко отдохнуть, вот нанести и просто 10 минут полежать, отдохнуть, привести голову в порядок, все мысли в кучу собрать, и все. То есть, как бы, хорошие патчи, смело могу порекомендовать, я осталась от них в диком восторге. Следующее, что меня удивило, и вначале меня оттолкнуло, потом удивило, это вот такая паста от Himalaya Hairball, это у нас Sparkly White называется паста, а на русском просто отбеливающая паста. Здесь ее объем есть, по-моему, сколько-то грамм паста, 75 мл паста. Что могу сказать о ней? Она сладкая, она дико пенится, но она очень хорошо очищает. Она прям так мягко очищает, что она меня просто удивила. Я вначале думала, что я ей попользуюсь, попользуюсь, когда мы приедем домой, ее выброшу, но когда я начала, уже дошла до середины ее использования, я поняла, что я ее хочу добить, я хочу себе купить еще такую пасту. Очень хорошая паста, присмотритесь к ней, у кого чувствительны именно десны, кто не любит, чтобы у вас там все прям драло, присмотритесь к этой пасте. Очень-очень хорошая, очень достойная, и мне очень сильно понравилось. Написано, что зубы белее за 2 недели, комплексная защита без парабенов и без химических отбеливателей. Но я на это надеюсь, что она была настолько натуральная, и, конечно же, я вам ее смело рекомендую, и куплю я ее себе еще. Следующее, что я хочу показать, это мое лето, без этого просто не могло быть. Это натуральное фитомыло для женской интимной гигиены. Очень хорошее мыло, деликатно очищало, и действительно, у меня почему-то каждое утро, каждый вечер, это, ну, как сказать, это то средство, которое на сегодняшний день, когда, особенно в летний сезон, когда вы едете куда-то отдыхать, либо выходите в бассейн, но это просто необходимо, мне кажется, чтобы вы были уверены в чистоте, в дезинфекции всего, и где могла соприкасаться какая-то не очень чистая вода, я могу так сказать. Очень хорошее средство, это сибирское здоровье, называется шудер, 250 мл здесь этого чистящего средства, натурального жидкого мыла для гигиены, и для женской интимной гигиены. Очень хорошее мыло, подходит даже для беременных, не нарушает микрофлору, очень-очень достойный продукт, смело могу порекомендовать. Пахнет, кстати, оно елочками, так что вот так вот. Следующее, что я вам хочу показать, это то, без чего я тоже не могла обходиться этим летом, это моя гигиеническая помада от Ифраши, на самом деле, для меня гигиенические помады, это какой-то такой продукт, который я открываю, начинаю им пользоваться, если я чувствую какую-то пленку на губах, которая мне не нравится, и я не вижу результата на губах, я их просто выбрасываю, то есть я могу просто хоп и выбросить. Вот эта вот гигиеническая помада, девочки, я ей пользуюсь, наверное, с осени, у меня ее здесь еще ого-го сколько, я думаю, мне еще на эту зиму хватит, благо срок годности у нас позволяет ей пользоваться, так что я ей буду активно допользоваться. Очень хорошо увлажняла губки, могу вам честно сказать, девочки, так, что в солнечные, сильно солнечные дни, когда я ходила гулять и наносила этот, так скажем, бальзам на губы, у меня не было ощущения того, что мои губы как-то пересохли. Очень хорошее достойное средство и зимой, и летом, и весной, и осенью, и впервые в мир, и в добрые люди, очень хорошая гигиеническая помада, которая не ложится пленкой, которая действительно, вот как, знаете, натуральный продукт, который проникает в структуру эпидермиса губ, который, как-то, знаете, вот оттуда во увлажнение идет, то есть нет вот этой вот пленки на губах, а именно какое-то проникновение вовнутрь, как кремом намазали губы, которые действительно увлажняют. Очень сильно понравилось, и пахнет так сладенько, орешками, очень сильно понравилось. Смело могу порекомендовать вот такие вот гигиенические помадки, именно вот эта вот Макадамия, очень понравилась, девочки, очень-очень. Следующее, что для меня было этим летом, это было открытие от выхода за волосами, случайное открытие, и случайно мне повезло, так скажем, я осталась в диком восторге, смело могу вам порекомендовать эту продукцию. Это облепиховый шампунь, у меня в такой он майонезной упаковочке, как его называют, облепиховый шампунь для всех типов волос. У нас это идет максимальный объем, профессиональный написано, облепиха сибирика. Что могу сказать от себя? Тут, конечно же, активно-органические ингредиенты, он занимает там лучший продукт, это все бла-бла-бла, это понятно, это у нас маркетинговые ходы, которые на нас действуют, иной раз намного сильнее, чем любые там какие-то другие вещи. По факту, что я могу сказать? Заявлено то, что здесь содержится облепиха, органическое марокканское масло, идет органовое масло, семян белого сибирского льна, калина и шиповник, витамины В1, В12. Вот после использования данного шампуня, что я могу сказать, я заметила на своих волосах, они у меня были настолько, классные, что шампунь, который стоит, простите, там 130-140 рублей за 500 миллилитров, классно очищает волосы, не пересушенные волосы, очищенные очищения хватало летом на 2 дня. Я могу вам сказать, это просто дико круто, потому что летом я всегда мой волос каждый день, каждое утро, потому что, ну вот как-то у меня корни летом быстрее угрязняться, и как-то, знаете, иногда бывало такое, что грязные корни и волосы такие сверху, снизу точнее длина, как пушок. Здесь же равномерное очищение от длины для кончиков, то есть оно хорошо очищало корни и не пересушивало длину. Я не знаю, может быть то, что я пользовалась в дуэте вот с этой вот масочкой, которую я расскажу позже, но мне очень сильно понравилось. Это вот в начале аромат облепихи, который меня дико отталкивал, я думала, ой, как я не могу терпеть этот аромат облепихи. Но сейчас, когда жара спала и нет вот этого плюс 42, я пользуюсь этим шампунем, тоже, ну добиваю, так сказать, его. Я просто в диком восторге, просто я хочу себе купить их в запаснике. Не знаю зачем, но я хочу пойти и купить себе в запас еще такой шампунь. Вот у меня вот прям вот стрельнуло в голову, что я хочу, чтобы он у меня был в наличии, потому что он мне очень сильно понравился, хотя вот именно к облепихи Сибирика, к натуре Сибирика я всегда относилась как-то специфически. Мне казалось, что натурального там ноли как-то все вот перехвалено. Действительно, волосы присутствуют объем, действительно волосы становятся какими-то легкими, пушистыми, присутствует объем. Сегодня, кстати, я волосы мыла шампунем Шесейда, и они у меня после Шесейда, так как он более жирный такой шампунь, волосы, они смотрятся такими вот прибитыми к скальпу. Ну просто я захотелось бы сегодня Шесейда с этим шампунем помыть волосы, потому что я вот буквально его вчера купила. По поводу вот этого шампуня могу сказать, что я себе его куплю в запаснике, и его вам смело рекомендую прикупить. Классно очищает, вот именно правильно, деликатно, хорошо очищает ваши волосы. Очень сильно понравилось. И если вот после этого шампуня я пользовалась вот этой вот маской от Pre-Liz Professional, кератинотерапия, 100% объема и укрепления, тоже написано без СЛС и красителя. Я, конечно, ее уже добила до конца, могу сказать. То есть это вот, очень мне нравится этот аромат. Вот не знаю, почему мне понравился он. И могу сказать, вот в дуэте вот с этим вот волосы, как после салона, девочки. Они мега прямые, они мега классные, они мега шелковистые, они какие-то, знаете, натуральные, живые. И с учетом того, что вот это вот стоит 200 рублей, и вот это вот стоило 150 рублей, уход за 350 рублей, который, извините, был такой же, как уход от какой-то марки, которая более дорогая, я была очень удивлена. Волосы вот после вот этой маски, они такие были, знаете, какие-то напитанные, они были прямые, они хорошо расчесывались, естественно, я эту маску наносила на 15 минут на влажные волосы, держала, промывала, и волосы выглядели просто шикарно. Они не сильно запутывались, у меня проблема всегда запутывания концов. С этой маской у меня эта проблема, она, знаете, как бы улетучилась, у меня вот этого дикого запутывания волос, она куда-то ушла. То есть волосы были всегда прямыми, они всегда были такими какими-то гладенькими, скользкими, какими-то приятными, хорошо держали косы, красиво это все выглядело, хорошо расчесывались. Конечно, по сечению никуда не делось, и какого-то там супер чего-то там оно не произошло, но именно маска, которая стоит 200 рублей, которая работает на ваших волосах, я могу вам ее смело порекомендовать. Но мне очень, девочки, сильно понравилось. О ней что-то такое говорит то, что еще чего-то, я даже больше смысла не вижу. Она мне очень понравилась, и, конечно же, я ее себе обязательно повторю. Кстати, мне эта маска напомнила по свойству маску Капус, которая у меня была черная с бамбуком. Так что, если у вас нет доступа к марке Капус, и вы хотите увидеть салонный эффект на своих волосах, присмотритесь именно вот к этой вот кератиновой терапии. Кератинотерапия серия. Как-то вот так, девчонки. Очень-очень мне сильно это понравилось, и это все, что я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, данное видео для вас было интересным и будет хотя бы чуть-чуть полезным. Пишите, какие у вас были фавориты в уходе со собой, мне интересно будет, конечно же, почитать. Подписывайтесь на мой канал, если вы на меня еще не подписаны, если подписаны и вам по какой-то причине не приходят уведомления, конечно же, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Я вас всех люблю, целую, большое спасибо, что вы заходите, смотрите мои видео, ставите лайки, ставите комментарии, мне это дико приятно, я вас всех люблю, целую, дорогите себя и своих близких, а мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была ваша Ира, всем пока-пока.